Добрый день, друзья! Очень много вопросов на тему, почему я использую как защитный инструмент именно ТВИКС или акции золотопроизводителей. Господа, в действительности это немножечко не так. Как защитный инструмент, во-первых, у меня есть вебинар, записанный, по-моему, еще в октябре. Там очень подробно описаны самые разные защитные инструменты. Это опционы, фьючерсы, самые разные деривативы, это ETF, ETN и так далее, там подобное. И когда я рассказываю про ТВИКС, ну, считайте, что это определенного рода просто пример, ничего больше. В частности, есть, например, совершенно потрясающий защитный инструмент SDS. Это, соответственно, фонд ETF на индекс S&P. Есть двойные, тройные ETF. Есть ETF, кстати говоря, такие же, как УРТИ, то есть движение вверх по индексу, но в частности это индекс NASDAQ, причем тройной. Есть еще другие вещи. Мы об этом очень подробно разговаривали на том вебинаре, о котором, собственно говоря, я уже упоминал. Поэтому, смотрите, нет предела совершенства. Мы можем с вами говорить о десятках защитных инструментов. Когда я говорю о защитном инструменте, я подразумеваю только одно. Ребята, будьте бдительны. Рынки коварны. И вам нужно иметь какие-то защитные инструменты. Ребята, будьте бдительны.